Всем еще раз привет, друзья! Здравствуйте! Продолжаем для вас скомментировать ЧИФС против ФНАТИК. Вторая карта Демираж, пик коллектива ФНАТИК соответственно. Для вас Алексей Пчелкин, Дарья Ритель. Будем смотреть, что здесь покажут ФНАТИК. Нужно побеждать. Да, будет ли здесь 1-1 или 1-0, но тем не менее шанс на ошибку себе ЧИФС заработали. Видимо, что пистолетка пока у ФНАТИК получилась с большими потерями. Уже двоих успели потерять, но размин делают. И тем не менее бомба стоит. Это самое главное. Значит, ретейк они в любом случае могут не допустить. Но уже забрались двое из защиты на план. Попытаются сделать низий дефьюз. И выканули чуть-чуть, чтобы постреляться немного в яме. Нет, выканули даже. Продолжал все это время ЗЕФСи ретейкать. И действительно, бомба получилась почти. Почти раздефьюзить. Секунды буквально не хватило. Даже меньше. Да, совсем чуть-чуть оставалось, но ФНАТИКи все это дело законтролили. Хотя казалось, что вот-вот и что-то досторвется. По поводу того самого X-Ray, ребят, вроде как он включился. Потом сервер обновился. И он выключился. Ну, в общем, X-Ray пока находится на стадии неработающей команды. И, к сожалению, мы вам его показать не можем. Но если что-то изменится, мы обязательно будем стараться его каким-то образом для вас подрубить. 1-0. Задик впереди. На своей карте Демираж в атаке забирают первый раунд. Чифс решили сделать форс. Посмотрим, что он им принесет. И принесет ли вообще хоть что-то. Два юмпа. Одна фармилка и два АК-47. Текст замечает. Там одного из игроков. Хорошая ХЕшечка, но цели не достигает. Потому что ударилась об угол текстуры. Пока да, уже есть в защите одна потеря. Экзист очень сильно просил по ХП, но он жив. Тексту пока пытались закрыть молеку. Ой-ой-ой, все-таки подгорел немного. И приходится выбегать прямо на JV, который его принимает. Да, получилась вот такая ситуация. Пять в три. Зевси, Блиц и Такс. Втроем попытаются что-то в этом раунде противопоставить коллективу Фнатик. Тут Зевси вроде как должен сейчас моментально отлетать, поскольку на него будут вылетать. Да, у него 5-7. Ага, получилось. Одного поставил. Второго может попытаться перестрелять, но он снес 54 ХП, а убить не смог. Убивает также Блица, и в итоге Такс остается последний. Найдут его тоже, и также убивают. Подформил немного Кримс. Видим, в принципе, да, там еще два фрага с Юмпа у JV, поэтому денег добавилось. Неплохо. Форс не зашел, но это неплохо для коллектива Фнатик. Понятное дело, что Чивс немножечко иначе рассчитывали этот раунд, но в любом случае попытка была, но попытки пока мало. Экономический. Вот Чивс, вот команды защиты. 5 юспов, есть гранаты под раскид, под определенные позиции, которые будут принимать. Вот Зевси, например. Раскидывает мидл, неплохая ХЕшечка. И у нас заходит и Молли, и ХЕшка в этом раунде. Твист делает минус Зевси. Ну и ситуация 5 в 2. Будет очень сложно тут что-то сделать. И, понятное дело, просто сливают ребята из Чивс этот раунд. 3-0. Действительно, и Чивс выбрали себе сами сторону защиты, так как имели право выбирать на карте соперника. Но видим то, что пока это ничего им не дало. Но стоит напомнить то, что прошлую карту они также начали со счета 5-0. Даже 6-0 там, по-моему, было. А потом взяли и камбэкнули. Так что это пока еще ни о чем не говорит. Тем более, что у них впервые получился фуллбай. Ну, как и по девайсу, по крайней мере. Раскидок, опять же, не хватает. Но тут уже ничего не поделаешь. Придется так принимать на офт, но просто забирают ослепленным. И, как итог, первый минус сделан. Неплохо. Текста готов? Да. Текста будет принимать коннектор. Ну, он смотрит на ЗИК. Вот это можешь немного погубить. Хотя видел, откуда гранат кидается. И теперь меняет позицию. 5-4. Здесь я готов к рим запринимать. Находит его, но не прочекал этот угол сразу. Это стало фатальным. Он потерял секунду времени. Шорт. Вот такс. Отыкрывает по цисту. Ситуация 4-3. Такс очень-очень-очень красный. Здесь КП остается у него. Можно добирать. Бомб пока лежит. Но времени еще очень-очень много. Они хотят выходить на Б. Да, там прочекали ситуацию с Дигой. С маркета посмотрели. И как итог знает, то что план чистый. Можно выходить на сети. Еще был Блиц. Но он пока меняет позицию. Видимо, собираются выходить на сейв по максимуму. Так как денег на следующий раунд у них не остается. Но тут находят тексту. Остается Блиц последний. Но он будет стоять в закрытый уже. Ага, увидел через МОК. Ноги одного. Подстрелил и JV убит. Ну, ясно делать. Серьезно смотреть коннектор. Но тут уже Бролон с ямы хочет поджимать. Не знаю, успеет ли он такими темпами. Неплохо опять. У нас тут автодирект показывает пол. И пока у коллектива ФНАТИК заходит четвертый раунд. Его поджимают сразу с двух сторон. Пытаются сети идут. И вот могут успеть выйти. А могут и не успеть. Успевают вроде как. Да. Не удалось сохранить девайс. Ну, как и только ФНАТИК все хорошо абсолютно по деньгам. Четыре раунда подряд. Но, опять же, вы видели, там два раунда они проиграли. Дальше уже на закуп ничего не было. Это стало фатальной ситуацией для них на следующие раунды. А здесь ЧИПС. Ну, опять такое делают, как бы. Раунд с закупом до двух тысяч. Кто-то арморы взял. Кто-то пистолет применял. Кто-то пистолеты поменял. Так, а тут еще уже размен пошел. Два в один уже немного, кстати, защиты выбралось вперед по счету. Но принимает такса. И вот тут преимущество сходится на нет. Тут еще и Текста пытается постреляться. Кримзо забирает все-таки с трофейного калаша. Также АУК уже подобран. Только ТЗ ОФН остается. Он тоже может себе что-то найдет. Пока бомбу контролит. Самое главное, ее не забрали. И поэтому будет оставаться на месте. Ну что, первый раунд. Первый раунд для себя вроде как должны ЧИПС забирать. И неплохо. А вот теперь уже непонятно, заберут ли первый раунд. Поскольку вот этот килл вновь. Времени достаточно. Да, еще минута целая. Тут можно все что угодно делать. Правда, бомба потеряна. Но, понятное дело, попытаться ее забрать нужно. Открывается у нас здесь флешка. Пока не видит никого. Угол молек. Это хорошо. Но, конечно, заседает очень и очень сильно. Здесь будет дальше. Соответственно, два игрока его должны встречать. ОФН уже живи. Здесь остается последний с фармганом. Но бомбу забрал. Это из приятного. И бежит изо всех ног на плент А. Да, и он добежит раньше защиту. Успеет поставить точно. Посмотрим, как конкретно будет ставить. Надо закрываться от коннектора, потому что оттуда могут идти. И не совсем закрылся, на самом деле. Увидел то, что там на зиг есть персонаж. И ОФН забирает. Получилось его перестрелять. Но второго уже успел подойти. Блиц. Поэтому с плентом именно проблемы могут возникнуть. Решил рискнуть. И риск не оправдался. Ну, к сожалению, для Фнатик. Да, вот для коллектива Чипс все складывается более чем хорошо. Ну, понятное дело, пока только первый раунд. И пока еще рано об этом говорить. Ну, а вот потом посмотрим, что ребята приготовили нам на карте Демираж. Но опять же, вроде как, вроде как, должны здесь пиками-то размениваться ребята. И выходить на третью карту. По-хорошему. Я надеюсь, что так и будет. Поскольку сливать Фнатик 2-0. Ну, это совсем печатный, да? Коллективу Чипс, я думаю, как-то по самолюбию-то ударит. А я напомню вам, что в партнер-трансляции париматч играют. Они выигрываете. Вы не призываем вас ставить. Но если это делаете, то делайте это с лучшими. Пять раундов позади. Шестой на ваших экранах. Пока видим то, что денег хватило на закупы Фнатик. Также фоллбай для Чипс вышел. И время идет, пока еще не спешат Фнатик с выходом. Немного подстреливают по миду. Но в окне никого нет. Нази кофту стоит закрытый. Его отсюда не подстрелить. Но засмочен выход на него. И, кстати, ему в руки сейчас могут прыгнуть. Медленный раунд. Минута. Минута позади. Тут Фнатик не торопится. Фна на прямке шарта. Широко стоит по карте. Фна отыгрывает свою позицию. Бролан уже отваливается. Такс. Встречать будет Б-апарты. Если таковые будут иметься, пока еще не ясно. Ну вот, здорово не перестреливает. Это был Гзист. Гзист, кстати, неплохо начал. 6-2-3 у него. Счет. Дживи также делает килл. Ну и вроде как под Б-басу-то заходить можно. Твист еще. Да. Перестреливают абсолютно всех в этом раунде. Перестреливают только Бролана. Ну и Блиц остается последний. Ну что-то где-то делать, друг? Сложным. Надо сейвить АВП. А вот в очередной раз могут пойти искать. И могут, кстати говоря, найти. Так. Привет. Пока. Прости-прощай, как говорится. Пятый раунд для Фнатик в атаке. Ну и проблемки начинаются. Для Чист, поскольку тут за защиту, ну, взять им нужно было бы что-то около десятки. Но уже что-то идет не по плану. Перерыв от спецназа. Они же контртеррористы. Ну и посмотрим. Да, потому что надо думать, что делать. У них вроде как деньги есть, но не у всех. А тех, кто есть, ну, скажем так, не на то, что хотелось бы. Три тысячи тоже не хватит особо на что серьезное. Возможно, придется делать эко, возможно, поменяется. Ну, опять же, там какой-то байда двух тысяч сделают с пистолетами и армором местами. Ну, армор здесь на самом деле пофигу. Ну, четыре калаша, а ВП вообще никак не поможет. А вот по поводу того, брать ли какие-то гранаты и пистолеты, вопрос очень серьезный. Потому что принимать это будет практически нереально. Но пока видим то, что появляется все-таки фармган один. Ну, Офно мог себе позволить, потому что у него шесть тысяч было. Он имел гораздо больше денег, чем все его союзники. А так, да, пистолеты поменяли. И в итоге, возможно, какую-то голову будут искать. Пока Офно забирает первым же с его фармганом, текста за ним поднимает оружие. И здесь делает фрак, все-таки получилось у него Desert Eagle свой реализовать. Бролл, он также забирается. И калаш у него мгновенно отняли. И тут тоже может случиться пересечение. Да, Кримз остановили. И как итог, еще, еще. Можно взять. Джи Ви погибает, весь остается последний. И тут он уже один в четыре очень вряд ли разрулит. Хотя стоит хорошо в закрытую. И может сделать минус, сделать один минус. Второй тоже был шанс. И получается сделать расстрелом. Ох, что он творит. Но хп мало остается. Это из печального. Остальное все уже под контролем. Посмотрел, не идет ли кто-то еще из Андера. И ошибся. Неплохо. Ну и вот раунд от Чифс. Второй раунд. После паузы все-таки забирают они в свою копилку. Неплохо. Посмотрим, что будет дальше. Но в любом случае, первые признаки жизни поддают. На карте Демираж у нас ребята из Чифс. Напомню, для тех, кто только что к нам присоединился на первой карте. На Дасте втором. Чифс оказались сильнее. Фнатик на своем пике. 16-14. Сейчас пик коллектива Фнатик. Пока Фнатик лидирует. 5-2. Три раунда преимущества. Но пока еще, понятное дело, о победе говорить рано. Офну на коннекторе откинул. Хае, но не по адресу никого она не покоцала. И все под коврами. Клим, соответственно, в коврах. Пока без контактов. Фнатик ждут. Очередной медленный раунд, скорее всего, будет в их исполнении. Возьмем пока от них выхода. Видим то, что на мид все-таки решаются выбраться. И куда оттуда пойдут, пока еще посмотрим. Потому что тут уже могут и сзади начать поджимать. Очень глубоко заходит такс. И вот он может и в спинку попытаться зайти. Чекает позиции. Или андр все-таки выберет. Нет, идет назад. Идет действительно назад. И может как раз встретить твист и экзист, если ничего не изменится. А вот кажется, ничего не изменится. 50 секунд. Они по-прежнему. Опа, принимает одного, второго. Все. Отличная реализация позиции. Неплохо. Два килла. Тут Офну еще находит. Килл по Кримзу. Ну и вот у Джей Ви и у Бролл на незавидной позиции. На самом деле сейчас. Поскольку Джей Ви был в окне. Так он не нашел свой килл. У Бролл на есть бомба. Идет по шарту. Но сложно. На всех позициях есть. Убраки защиты. Джей Ви перестреливает Тексу. Остается 40 КП у него. Но еще. Все. Еще 4 игрока защиты. На ногах. И это проблема. 20 секунд. Бролл потихонечку продвигается на Б базу. А уже нужно бежать. Флешечка. Блиц должен принимать все это дело. Промахивать нельзя. Да, он не промахивается. Тремени не остается. Джей Ви на последних секундах. Успения, успения поставить. Тоже успевать. А, да. Вот эта бомба. Неудачно упала. Так бы, возможно, что-то вышло. Там Абик забрал. Возможно, хотел... Попытался бы засейвить. Если бы удалось ему пропрыгнуть в апарты под Б базой и уйти. Но вот из этого момента не удалось, к сожалению, выйти с положительной стороны. 3-5. Чифс берут второй раунд к ряду. Пока у Фнатик вроде как есть бай. Или там уже... А, там уже 1 АК-47 и 4 Глока. Именно так вот пытаются ребята выбить для себя победный раунд шестой. Но вот что-то мне подсказывает, что через такой раунд отдавать не буду. Тут поджим коннектора уже. И тут Зифси на Тикикбоксе вырубает 200. Сейчас попытается офтну шорта также принять. У нее это, возможно, получится сделать. Дживи пострелил, но добить получается только сейчас. Бомба выбита. Ее можно контролить из окна в том числе. Бролан, Блиц. Все-таки Бролан не справляется с задачей. Кримс офтнула, забирает. Но ситуация снова патовая для атаки. Полтора человека осталось. И тут уже мало что получится сделать. Кримс может отойти. У него второй армор и калаш. Это дело подсейвить. Но в целом Байд все равно будет на следующий раунд. Хочу я посмотреть коэффициенты. Пока на победителя на второй карте. Вот на тотал вижу, что он будет 26,5 больше двоечка. Что он будет меньше 26,5. 1,76. Но, кстати говоря, тотал-то на самом деле может и здесь неплохо зайти. Пока вроде как получается набирать раунд. Раунды в защите. Ну, понятное дело, экономически был у Фнатик. Только был один АК-47. Вот сейчас посмотрим, что будут демонстрировать нам дальше, ребята. Неплохая попытка вернуться от коллектива Чивс. Пока только четвертый. Но, в любом случае, отделяю от временного паритета лишь один раунд. Ну и даже не знаю. Фнатик снова бодро начали, как и на Дасте втором. И начали немножечко подзабавлять темп. Как бы не аукнулось им все это дело. Пока аукается. Таким там еще можно сравняться. Просто вплотную сейчас друг к другу подходят. Офну. Джей Ви. И все-таки Джей Ви. Оказывается впереди в этой ситуации. И находит скину своего противника. Как только защита получается пробить. И так остается последний. Кто здесь может что-то сделать. Но он остается на сети. И отсюда выйти. Он может только в одну сторону. В сторону смерти. Ну вот у него деньги есть. На байк тут что-то будет. У него хотя бы. Ну и команда в принципе тут видим при деньгах. Так что вопросов к ним нет. Закупаются и будут готовы давать отпор. Да, вот только проблема в том, что отдали уже 6 раундов за атаку. Опять же мы не знаем, какая атака здесь у коллектива Chiefs. Неплохой на самом деле винрейт. У них 50 плюс процентов. Вот только проблема в том, что винрейт-то этот у них сделан не... Против, знаете, таких серьезных коллективов. Да, не против там Тирадин уровня. А тут Фнатик. Те самые Титаны Контрастрайка, про которых я говорил. И тут, конечно же, будет сложновато. На карте Демираж. Но в любом случае. Нужно попытаться. Нужно попробовать. И они сейчас это делают. По крайней мере 4 раунда есть. Сейчас закупаются. 3 Ауга. 1 Фармган. И АВП. Имеется у коллектива защиты. У Фнатик пока все неизменно. 4 АК 47 АВП. Раскидочка. У них, в общем, все неплохо. Посмотрим, что дальше. Да, будем ждать. Потому что раунд начинается. Видим то, что все-таки 1 Фармган у них. Офну. Такой выбор на больше денег не хватило с его закупом. И будем смотреть, как это себя реализует. Живи на миду. Так, вставать. У нас решают боепарты. Немножечко поджать. Блиц. Вместе с тиммейтом промахивает. К сожалению. Там еще и такс получает. 50% урона. 52. Даже если быть точным. Откидывать. Смог. Он уже не будет из этой позиции. Смог не нашивают. Отброуна немного покоцали. 70% у него. Минут 17. Фнатик пока еще не торопится. Ну вот мидл заняли. От текста сейчас очень много здесь зависит. Нужно принимать коннектор. Не успевает. Вот как. Да. Вот молит. Молит как хорошо. Немного сдержит. Но Фнатик просто-напросто отойдут. Занимают окно. Да, делали подсадку в окно. И здесь можно попробовать через зиг на б выйти. Но там аж три опорника. Об этом информации нет у них, видимо. Хотя да. Ну, судя по тому, что бомбы уже подходят. То они попытаются выдвинуться сюда. Через два выхода сразу по таймингу попытаться как-то вместе зайти. И рассчитывать именно на то, чтобы взять количество. Так, там под б выход. Вышли вроде как. Но тут блиц. Джей Винсос на совсем другой стороне. Сделал минусов. Но так же находит и свой килл. Ой, ой, ой. На такой дистанции офт, но еще и ки-стань. О-ху-ху-ху-ху-ху. Ну, как это комментировать? Вы посмотрите, что он сделал. Хорошо, что я успел вам это показать. Отличные киллы отмело. И в прыжке зарегало. В общем, офт, ну еще один килл оформил. И это все, чтобы вы понимали, с фармгана. Не более того, минус четыре от него против бай раунда. Браво. Ну, тут тоже был бай, по сути. Там все было нормально, кроме фармгана, которого он был вынужден взять. Но да, подформил он однозначно неплохо. Ну, как итог, пауза. Ну, явно не рассчитывали, что сейчас они отдадут этот раунд. Это 100%. Думали, что все закончится более позитивно. При том, что для них опенфраг был от Джей Ви. А вот потом... Вот потом все пошло не по плану, к сожалению. На коллективу Фнатик. И вот Чивз в раунде от того, чтобы сравняться со своим оппонентом. Теперь уже по баю все хорошо. Теперь уже у Фнатик с деньгами проблемы могут быть. И, в принципе, под занавес первой половины, на самом деле, по деньгам могут просесть. Пока два фрак-лидера по 12 килов настреляли у нас Джей Ви и Твист в команде Фнатик. Ну и очередной раунд в атаке. Посмотрим. Смотрим. Готов принимать яму. Угадался с Моком. Но все равно выходит атака. И готовы сразу же врываться. Правда, Бролла не очень удачно это сделал. Но, тем не менее, размин есть. Ситуация 4 в 4. И Джей Ви просто настреливает Смок. Блиц получает. Опа. Здесь тоже увидел противника. В слепую Смок настрелять по нему и вместе с таксом забрал. Но бомба уже поставлена. Они находятся в большинстве. Готовы, готовы пытаться делать ретейк. И действительно остается просто ограничить позиции. Знают о том, что в апартаментах сидит один. И Молик заставляет его загнаться подальше. И Экзист попытался здесь что-то сделать. Но не получилось ничего хорошего ровным счетом. И как итог, только Джей Ви остается в живых. А остальные потеряли свои девайсы. 19 раундов. В чате в очередной раз вижу о том, что жалуются на X-Ray. Его, к сожалению, нет на сервере. Поэтому включить мы его не можем. И по поводу можно камеры не щелкать как эпилептик. Автодиректор явно получше будет. Смотри, сейчас тебе покажу, что будет делать автодиректор. Когда он будет показывать тебе пол, ты только не жалуйся. Включаю автодирект. Поехали. Он прямо сейчас пол показывает. Да, прямо сейчас автодирект явно будет получше. Посмотрим. Пока тут, если так, настрелял бы немного. Мог бы и зацепить Бролана. Но это не случается. И все-таки решили вываливаться на АБ. Бролан это сделал в одиночку. Это была ошибка. Все за ним еще и твисты принимают. И уже атака остается в меньшинстве. Очень-очень все неудачно складывается. Еще экзист просел. Экзист погибает. Джей Вивов тихонечко зашел в спину. Но он пока никого не видит. Вот наконец-то первого заметил. Этот первый его сам развалил. 7-6. И вот Чивз уже впереди. И вот тот самый раунд, про который я и говорил. Что стоит сравняться. А там уже как что пойдет совсем непонятно. 13 раундов позади. И вот теперь Чивз уже вроде как что и должно было происходить на карте Дэмираж в защите. Выходит вперед. Удается им это сделать. Фнатик пока остается с шестеркой. Примерно, кстати говоря, ситуация зеркальная. Такой же счет у нас был на карте Дэдас 2. Фнатик взяв 6 раундов, потом остановились. И вот сейчас Чивз в очередной раз сделали камбэк. Вернулись в игру и уже вышли вперед. Неплохо. Тут сейчас Текста может подстрять. А может сделать парочку очень хороших фрагов. Клист. Готов встречать. На подсадочке причем это делает. И если сразу не среагировать, он может просто погибнуть. Но нет. Тут пока видим то, что... Решили все-таки не продолжать в этом векторе работать. Просто отходить назад на более сырьевые позиции защита. И как итог, с миды тоже выхода пока еще нет. О, автодирект. Там классные были моменты. Сейчас отлично показывал. А по поводу там одна команда для X-Ray. Друг, мы все прекрасно знаем, что команда... Она не работает, к сожалению. Мы ее прописываем. Мы перезаходим на сервер. Мы вводим эту команду. Поскольку версия игры старая, то не на всех серверах, к сожалению, все идеально происходит. И вот это один из тех случаев, когда на сервере просто-напросто нет X-Ray. Не важно, командой ты его прописываешь. Или ты его пытаешься... Буковкой, циферкой. Вот его пока нет. Тут твист у нас, между прочим, есть на карте вместе с Кримзом, который делают уже минус 3 безоговорочные. Ну и так, с Иофну остается последний. Вроде как 7-7. Да, бомбу ставят, тем более, что все живы пока еще. Могут спокойно это все дело дефать, информацию давать. И, возможно, даже повыбивают у противников что-то. Но это рискованно, потому что трое из пятерых имеют не так много ХП, как хотелось бы. Ну, я думаю, что ох. Да, тут больше на сейв пытаются уйти. И Чивз встречает Бролана, но попытается больше не пересекаться. Это еще Джей Ви попытается что-то сделать. Но времени остается не так много. Просто, видимо, так... Повыкуривать кого-то, возможно, найти. И в итоге это все-таки выигранный раунд. 7-7. Посмотрим, кто выйдет вперед по итогу первой половины игры. Сейчас это решится. Узнаем. Фнатик, нужно забирать эту карту. Поскольку ошибаться уже нельзя. Нет шанса на ошибку. Нет возможности такой. Нужно сравнивать 1-1, сводиться на третью карту. И разбираться уже там, кто же сильнее. Бролана не хватает у нас на карте Демираж. Бролана не было, в принципе, на дасте второго до определенного момента. Когда он включился, Фнатики как раз-таки и начали брать хорошее количество раундов. Но вот сейчас пока не видим мы его. Какая-то проблема. Там. Он еще может захлебнуться, если постараться. Но нужно словить тайминги. Кримс убивает его. И еще и после этого, правда, только Бритца получилось забрать. Но Бролан тоже в минусе. И как итог плентить пытаются. И не получилось. Не получилось. Фнатик впереди после первой половины. Счет 8-7. Ну, 8 за атаку взяли на карте Демираж. Это более чем достойно для Фнатик. Опять же, если сравнивать скилл коллектива Фнатик и скилл коллектива Чивсы. Против кого играют одни и против кого играют другие. И сколько они играют в эту игру. Ну, тут, конечно же, наверное, 8 для Фнатик мало. Да и первая карта должна была... 7 для Фнатика. 7 для Фнатика. Да. Почему так? Разве... Ну, потому что они проиграли только что раунд. Ага. Я почему-то... Почему-то затроил. Я думал, сейчас у нас Фнатики... Фнатики у нас окажутся более выгодны для себя в выгодном положении. Но вот я не договорил как раз насчет того, что вот это количество раундов за атаку... Семерка вроде бы неплохо. Да, все классно. Но вот против кого вы играете? Вы играете против Чивс. И об этом надо помнить. И сейчас Чивс пока впереди. Нужно еще попытаться их... Ну, понятное дело, догнать это будет не очень сложно. А вот перегнать, влидировать это уже вопрос. Еще на атаку Чивс нужно посмотреть, которая, может быть, не будет хуже, чем защита. Это, понятное дело, что в защите могли брать больше на несколько раундов. Тогда бы вообще все замечательно у Чивс было. Но Фнатики не позволили этого сделать. Вот теперь 16-й раунд, и Чивс будут атаковать. Да, пока Шведы находятся в невыгодном для себя положении. Но на самом деле еще, конечно, здесь может случиться всякое. Но что-то мне подсказывает, что эта карта будет такая же потная, как и первая. И здесь Чивс также имеет до сих пор шанс. Очень даже большой, несмотря на то, что это не их пик. Так просто брать ее и выходить в 2-0 в финал лозеров. Но вот то, что Фнатик, если они вылетят от Чивс, этот факт, наверное, сам по себе заставляет задуматься. Да, хочу я посмотреть сейчас на Кэфы. Там у нас, кстати, параллельно Фейс Грейхаунд идет. Грейхаунд Фейс на первой карте выиграет 16-12. Сейчас Фейс 10-5 первую половину закончили. Вот мы одинаково идем с одной трансляцией. По времени и по сторонам. Ну и, соответственно, у нас тут Чивс Фнатик. Чивс 8, Фнатик 7. И коэффициенты. Победитель карта 2. Фнатик 1,55. Чивс 2,35. Вот париматч есть на всех мобильных для iOS и для Android. В общем, если нужно скачивать на мобильный телефон, что себе сделал я. Очень удобно мониторить и вам говорить по поводу коэффициентов. Ну что, готовы у нас команды. И мы готовы также врываться на вторую половину карты Дэмираж. Да, мы врываемся пока потихоньку. Ну, пауза еще идет. Двухминутная. Коммершал. Но видим то, что принимает решение Фнатик взять себе 4 армора. Возможно, Экзист возьмет какую-то там гранату лишнюю. Посмотрим. Возможно, тоже армора будет. Со стороны Чивс пока 2 армора и Офну позаботился о раскидках. Есть 2 флешки и смок. Это может быть очень и очень кстати. Ждем Рэдди от админа. Последнее приготовление. От команд Рэдди уже поступило. Ну, ясное дело, они их тоже ждут. Это да. Они тоже давно готовы. Вот и админ Рэдди. Вот и админ Рэдди. Матч возобновлен и мы готовы влетать. Ну что, Чивс. Неужели это будет сенсация? Неужели мы все это дело закрываем со счетом 2-0? Ну вот, как-то мне не верится. В это все-таки верю я в защиту от Фнатик. Что на карте Дэмираж она должна быть хорошей. По крайней мере, я уже сказал, хочется в это верить. Посмотрим, Дживи. Занял позицию окна. Решил постреляться с топ-мидлом там. Уже прибежал у нас 3 игрока. Быстрый раунд. Кримс дал информацию, что в коннектор же заходит. Здесь Зивси. Зивси пока не попадает. 5-5 ситуация не сохраняется. Дживи. Но Зивси неплохо. Текста контролирует КТ. Бомба установлена. Бомба установлена. И сейчас попытаются выйти на текстов. Прочекают ли его. Прочекали сразу и забирают первым же выстрелом. И как итог, 2-4. Вполне можно сейчас дефицит пытаться. У Экзиста есть. Киты. Его забирают. Теперь 2-2 становится. Как же хорошо они из ям отстреливаются. И самое главное, что пытаться на них как-то в раш выйти. Пока еще не пытались. Но пока еще хватает, в принципе, того, что Кримс сэвит своего тиммейта, который пока дефьюзом занимается. И действительно забирают всех. И дефьюз удается сделать. И в итоге это 8-8. Вот точно так же. Точно то же самое было у Фнатик на прошлой карте. Точно так же все сводилось к равенству несколько раз. Вот интригует просто этот матч до последнего пока еще. И по-прежнему не ясно, чем кончится эта карта. Выглядит ли учиться атака сильнее. Все-таки это не их лучшая карта. Это Фнатик. Все-таки под себя брали. Интересно, кстати, посмотреть у Индрейта Чивса на Мираже. Как раз взгляну, пока есть такой момент. 50 с плюсом, 56 что ли, что-то такое. Я посматривал. Но да, в любом случае там Фнатик побольше. Там 70 с плюсом. Но это, считай, худшая их карта. Все равно, несмотря на то, что 50 с плюсом. Ну да, тут... 55 с 6. Ну, все равно боевая. Да, можно стараться, можно играть. По поводу... Можно Пчелкина погромче. Сделал вроде как себя погромче. Если что, говорите, пишите. Сделаю еще себя немножечко громче. Кримс поджал миддл. Блиц у нас уже уволен в очередном раунде. Под номером 17. Только лишь глаки решили не форсировать события. Ребята из Чивс. Твист на приеме Пэапартов. Пока только пострелял без особого дэмэджа. 5-4. Ну, знаю, что там есть залетный. Поэтому будет пытаться еще с ним стреляться. Видим, занимает позицию. Но очень аккуратно пытается играть. В лишний раз не допустить свою смерть. И через мид сейчас пойдет трое из атаки. В принципе, готовы здесь принимать. Живи смотрит на эту позицию. Делает первый же минус. Отличная работа. И настреляли. Просто настреляли. Просто вырубает. Да, действительно, очень быстрая получилась защита. В итоге такой вот резкий выход не удался. Держали намертво. Девятый раунд. Опять же, все-таки сторона защиты. Выбирали изначально не Фнатик в сторону. Возможно, для них так будет выгоднее. Вот хотелось просто тоже по сторонам так же винрейт посмотреть. Чтобы точно сказать. Но, тем не менее, это следующий раунд, да? Там, я не думаю, что... Ну, вообще, в идеале, вроде как за КТ учиться должно быть лучше. Но, опять же, если что-то изменится, что-то поменяется. Можно посмотреть, можно прочекать. А выход под Б базу планировался у нас. Но тут только Оф, но которого закидывают всем, чем только... Ну, хорошо. Видят уже такса, его забирают. Остается последний Блиц. Он подбирает пакет. Вот, опять же, в зону обозримости приходится выходить для того, чтобы это сделать. И видят, видят то, что на шарте происходит. Второго пока еще, скорее всего, информацию не получили. Есть молик. Еще флешка и один молик. А Блица есть, но нет. Хороший раунд, на самом деле. Хорошо заканчивается еще одним раундом, да. Для коллектива Чивис. Вот единственное, что если бы не было там минуса по Оф, но если бы сразу побежали, если бы вышли моментально, может быть, что-то из этого бы и получилось. Но поскольку начали в меньшинстве, потом Фнатик все-таки додавили. Додавили все это дело. Да, три раунда подряд, но пока отрыв небольшой. Но при этом они... Посмотрим, чего добьются от Чивис, потому что пауза есть. И задумаются пока, что конкретно делать. Потому что деньги-то есть, но закупить калашей не у всех хватит. Ну вот как раз пауза и стоит. Будут закупать ЦЗ. Два ЦЗ я уже вижу по 250. Десятый, третий ЦЗ докупаются. Попробуют. Вот таким сетапом. Такс на все деньги. Остальных остается. По восьмерке. 8 убийств у Зивси и у Тексты 6. Ребята хорошие, но вот пока не очень хорошо отыгрывают. Готовится вроде как раскидка. Вот а базу именно сюда ребята и будут выходить. Да, в принципе, есть хелпа в случае чего от Живи. Он быстро перетянется из окна. Но пока на всякий случай смотрит выход, если будет все-таки другой план от Чивис. Но пока видим то, что продолжает раскидывать на А. И это все может закончиться выходом. Непосредственно, да, вываливаться уже. Готовиться по таймингам. Одновременно из ямы и из апартаментов. Вот так заканчивается. Это пока разменом не в пользу атаки. Хотя 3-3 ситуации теперь уже. И... Бомба не поставлена. Тут интересно на самом деле. Живи вносит свои коррективы. Бомба не стоит до сих пор. Оф, ну. Живи еще один минус. Живи минус 3. Хорошо. Да, у него там мало вариантов было. Все равно в низе сидел. Либо его бы вышли встретить, либо все вместе. Либо он бы выходил и пытался бы хоть кого-то разменять. Как итог... Ну, в принципе, тоже можешь понять. Там были пистолеты и один калаш. И поэтому все равно. Вряд ли они там рассчитывали на что-то, кроме как поставить бомбу. Но и это не получилось сделать. Теперь уже закуп есть. У Такса на раскидке не хватило. Но ясное дело, он делал фуллбай и в прошлом раунде. А здесь в ответ, ну, конечно, все по полной пока оффнатик. Много раунда подряд выиграли, поэтому деньги имеет. Офф, ну, подгорает в очередной раз. Но все вроде бы нормально. 69. Брон так близок к провалу и настреливает смок. Находят один фраг и еще и текста. Ох. Просто прикую, да. Минус 2, гримс. Неплохо. Делают по минусу. Такс и оффну остаются вдвоем. Против пятерки схильти во фнатик. Ну вот защита у Чивз начинает медленно, но верно проваливаться. Вот я даже не знаю, заберу ли один. Хотя бы тот самый первый раунд. Вот в оффну. Накидывают ему сюда флешечку. Абсолютно ничего не видят. Такс. Позиция неплохая. Но если на оффну стянули внимание, то можно попытаться забрать еще одного из игроков защиты под А-базой. Но пока только лишь бомбу забирать. Самое главное забрать бомбу, да. И это получается сделать самое главное. Есть ли смысл куда-то перетягиваться или захотят остаться здесь. Потому что там в апартаментах еще товарищ сидит, Бролан. Который его-то и встретить может. Вот тебе и Бролан. Находят все-таки Бролана, да. Вот это уже интересно, кстати говоря. Хороший раунд от Бролана в самом-самом начале. Умирает у нас оффну. Не поймал он тайминг. Ну и так, состоится последняя ситуация. Один в три. Бомбу поставить. Вот было бы вообще идеально для него сейчас. Ну а не знаю, где он все-таки Бролана убили. С тех пор перетяжек от него не наблюдалось. И решили проверить, по крайней мере, есть ли он на пункте. Нашли, забрали. И это 12-й раунд для Афнатика. Да, вот за защиту у них пошло дело. Уже выигрываются. По сути, все раунды, которые были на этой стороне. И ситуация уже становится для Чивс не очень приятная. Потому что они снова вынуждены закупать диглы. Ну, может и получится, на самом деле, с диглами. Почему нет? Все мы прекрасно знаем про убойную мощь этого пистолета. Поэтому, как реализуют. Джей Ви на приемке из окна. С АВП. Топ-миддл смотрит пока никого. Готовится только на выход. Джей Ви. Решил спуститься и чекает уже у нас. Он там простреливал немножечко по коннектору. И, видимо, тиммейт прошел. И шальная пуля не в ту голову попала. А Афна тоже спалился. Так что его сейчас тоже будет выходить на него. Делает праг. Но только один праг. Ну, бывает, что поделать. Все равно это... Не знаю, если бы он его не убил. Вряд ли бы это спасло ситуацию. Так, знаешь, хоть от родных рук. Умираешь. Не так обидно. Да. В очередной раз у нас... Человек с никнеймом... Рейн Боучер. Вот это у тебя никнейм. Говоришь, что там всего лишь одна команда для того, чтобы включить X-Ray. А я в очередной раз тебе повторяю, что эта команда помогает, чтобы его включить. А у нас там... Может быть... О, да! Все-таки получится от коллектива Chiefs. Поскольку нужно забрать хотя бы первый раунд в атаке. Не удается им этого сделать. В ролл он отваливается. Офну также делает минус подживи. Ну и вот та самая зацепка. Да, зацепка пока, которая может быть, в принципе, в минус-то и выигранным раундом. Но Офну теряется. И теперь уже ситуация 2 в 3. И, может, еще какой-то размен найдут. Но бомбы уже ставятся. И успеют. Успеют ее поставить. Поэтому уже вопрос о ретейке. В любом случае, денег подзаработали. Хоть каких-то. Самое главное теперь не оплошать с приемкой ретейка. И из коннектора будет выходить. Экзист далеко не дошел. Остается последний твист. Ну, деньги на бои будут. Но пытаться здесь, конечно, это, наверное, самоубийство. Да, по поводу X-Ray здесь ситуация получилась такая, что позавчера ночью, на второй день Сиднея, в общем, обновилась немного КС-ка. И, как итог, на новой версии сервера турнирные не работали уже. И поэтому для того, чтобы заходить на сервера и смотреть игры, ты должен был откатить до прежней версии КС. Вот, что, в принципе, и произошло вчера и сегодня. А на этой старой версии здесь некоторые баги остаются. В том числе X-Ray просто никак не включается. Ни командой, ни кнопками, и что бы ты ни делал, у тебя все равно ничего не выходит. Даже если у тебя получится как-то там с какого-то момента его подключить между играми. Между играми еще есть шанс, когда там разминка идет. На самой игре он сразу же отключается. Вот, просто ничего с этим не сделать. Мы, вот я второй день пытаюсь, товарищ Пчелкин первый день, и это ничего не дало. Да, хотя на основе вроде как все хорошо на основном сервере. Там X-Ray работает, а вот тут почему-то печаль беда, к сожалению. В любом случае, будем ждать изменений. Хотелось бы, соответственно, с X-Ray все это дело посмотреть. У JV стрельба не заходит. К сожалению, он промахивается на позиции шарта. А тут уже Ziv с этим пользуется. И, кстати, вот теперь уже JV попадает по плитцу. Ну и вроде как хороший раунд для себя. Ну, чипс руинит это 14-й. Так, состоится последний. Минус 2 от него. Есть еще информация по одному из игроков проектива защиты. Так, смещается в магазин. Бомба на руках. Ну, недолго она там была. В итоге 14-й раунд, еще один. И можно закрепиться на этой карте, в принципе. Так что, в принципе, так же все в их руках. У них деньги-то есть. Они покупают себе потерянные девайсы. Добирают себе. А вот чипс тоже делают аналогичное. Но у них денег не остается. Но у них при этом есть максимальный лосс-бонус. А у Фнатик, в принципе, там более-менее у кого-то что-то остается. Особенно у JV, например. Так что серединка на половинку. Какой-то байс в следующий раунд сможет сделать коллектив Фнатик. Если вдруг проиграет здесь. А, да. Маппоинтов в итоге много. Может быть у чипс. Если они проиграют этот раунд. Так что цепляться за него надо. Как и за следующий, в принципе. Из коннектора выходит. Я думаю, что JV должен был видеть. Но нет. Он даже скоб чуть-чуть не подвинул. И в итоге забирает его. Так что погибает уже Бролан и Кримза. Господи, выносит-выносит часы пока. Не хотят 15 раундов. И ситуация 3 в 2. Теперь надо как-то исхитриться, чтобы хоть одного попытаться там пиковнуть. Видим то, что твист так и поступает. Бомба по-прежнему лежит без дела. И несмотря на то, что вроде как чипс в спокойной обстановке находится. Никто не попытался к ней приблизиться. Игзиста обходят спину. Но он контролит все это дело. Просто чувствует, не знаю какой точкой. И забирает Зивси. Оф, но все-таки того самого твиста, который также заходил в спину, ликвидирует. Но Игзист остается последней. Информация по нему имеется. Он забирает этот раунд. А вот если бы бомба-то стояла... Бомба вообще валялась, они ходили вокруг нее. Эту бомбу не подбирали. Решили, что вот сейчас мы сначала убьем всех, а потом бомбу поставим. Ну, идеальный будет вариант. Но чипс тут немножечко по-другому надо играть в эту игру. 9-15. Фнатики доминируют. И все у них более чем замечательно складывается. На карте Демираж. Чипс. Надо отыграть 6 маппоинтов. И это пока, если честно, с такой атакой практически нереально. Да, раунды в атаке у них вообще не идут. Только один взяли за все это время. Поэтому проблемы есть. Но пока размен 1 в 1, 2 в 1 все-таки Блица тоже находят. И остальные находятся в апартаментах на Б. И будут вываливаться на Твист как раз-таки. И Твист просто принимает. Ему все равно оказалось. Он делает минус 3 и выигрывает эту карту. Фнатик выходит на третью. Третья будет Инферно. Да, третью посмотрим. Карта Дэйн Ферно. Решится все-таки, кто же сильнее именно на этой карте. Узнаем совсем-совсем скоро. Далеко не отходите. И мы к вам вернемся после небольшой музыкальной паузы.